привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть с карим dragonborn мы все так же находимся на солнце ими последней серии мы нашли непонятную деревеньку вот здесь в ней никого не было ни одного человека то есть три монаха сидели по центру держали какой-то барьер бегал ребенок все дома были пустые я не понял что это такое будущем я думаю навестим это место а сейчас же я вообще хотел уже давно хочу двинуть вот сюда тут непонятно какой-то гриб растет ну давайте собственно этим и займемся сначала зайдем к отмелях окнира а потом по береговой линии вниз и собственно до этого гриба вот наша собственно план действий наш на эту серию не так чтобы много не так чтобы мало причем я практически уверен что мы не успеем добраться до гриба потому что наверняка по дороге нам попадется какой-нибудь еще его поселение либо какая-нибудь пещера мы туда зайдем и все как говорится упадем туда на пару серий как обычно так ладно тут есть ощущение что кто-то присутствует да потому что он там палатка давайте спрячемся и потихоньку по мокренькой переберемся на улице день поэтому я не очень силен и ослаблен тем что я вампир но я не думаю что-то не сильно повлияет так кто вы что вы тут делаете вот мельхак мира если начнется битва я могу пострадать и шумит она рождевно дружелюбно что-то так по ощущениям а в данмера ну-ка то понятно прячемся наступаем все это был последний раз когда я проверял на дикой земле вдруг ты или враг все еще верю в доброту да я и не особо прячусь от тебя пират да не где там воин так ладно теперь нам нужно делать как то вот так вот ох нифига себе и конец нормально так значит главная моя проблема была в том что я представился им изначально перед тем как начать атаковать хорошо теперь это проблема уже ваша в принципе в принципе можно вообще их убить с другого берега стрелами так я опять в этой глупой одежде и поносил немножко пора честь знать пирская вот она наша враги наши вон там нам нужно какое-то укрытие чтобы пострелить них им было очень обидно нам безопасно а там кстати что такое по карте видите на мини карте какое-то новое отобразилось так вот этот камешек сгодится не вошло ты посмотри я с этим абривианом вообще разучился стрелять скорее все время бью выше получи так блин с плохой выносливостью конечно послажено это все делать ничего один готов это было лишним хорошо главное мага вынести на данный момент давай тогда мы выпьем одно зелье даже так так и вот он момент давай двигайся блин так пойдем на тот берег смотри к мы тут нашли что-то интересное так что похоже мы все-таки пойдем не в ту сторону которую я слышал в начале серии вот сюда я думаю лупить по ним будет поудобнее так успокоился а зря куда стрела полетела странно увидели я вообще не туда целился и это при том что стрельба у меня по-моему на 100 развита то есть до максимума вот опять да ёлки-палки я не знаю зачем я хочу их убить просто уже месяц наверное они там с кем-то воюют и потом бать это чё было блин это странно он как какой-нибудь заправский нео просто уворачивался от моих стрел я не могу попасть это пипец какой-то так как живой еще так короче склифасовский тихо минус отрисоваться то уже на фу слава богу но неприятные такие ребятки ну и собственно все ну и чё пират маг пусть ты ко мне душ возьмем не знаю зачем но возьмем день лечения как раз сейчас его используем капуста это нам совсем не нужно так хорошо куда улетела лучница куда-то куда-то вот сюда же сейчас еще не найдешь хоть запас стрел с нее восполнить бы вот она не так уж и много так ну и ради чего все это было только не говоришь что тут вообще ничего древний сундук эксперт это будет довольно сложно вон хотят мычек много так понятно где-то на два часа так нет и не так даже где-то на пол третьего наверно отлично найти сокровища хакнира смертельная хватка шлем смертельной метки прикольно легкая броня кстати говоря дает возможность дышать под водой плюс ток защите если надет полный комплект доспехов смертельной метки помните мы читали книгу про этого пирата вот собственно мы нашли часть его брони сета давайте-ка примерим она конечно у нас будет очень глупо смотреться из этих врагов но как видите мы сюда пришли отнюдь не зря ладно будем носить это они откопали так и что это у нас за задание тут вот на отмеле хакнира банда пиратов обнаружила древний сундук сокровищем содержащий элемент сталгримового доспеха откуда они могли узнать что именно копать что нужно копать именно здесь в этой души к сожалению рассказать они мне про это не смогут хотя вполне возможно найдем какой-то дневник или записи и какой у таких вот бухариков можно найти дневник они писать то не умеют на ю пират 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 может тут так я не дотянусь сейф восточной имперской компании может быть интересно где-то на 11 часов чуть сюда еще чуть сюда значит наоборот другую сторону было где-то вот так вот лично безупречный рубин идеально для лечения семь золотых восточный имперский кулон зачем он мне нужен мусор так ладно где-то здесь у нас лежит воин павший которого мы стрелой прибили может в мешке что кроме яблока ничего картофанчик так ну в принципе вы поняли огрести в начале серии это уже добрая традиция поэтому ничего страшного так что в ракушке ничего а мясо устрицы так где-то тут лежишь где-то и есть ну я уж не помню где его убивал ну да ладно интересно каким подожди а это моя пещера я подумал что сейчас мы вполне возможно под водой найдем что-то оказалось показалось так здесь у нас тоже ничего той травы которая нужна мне тут нет хорошо не зря сходили как видите тут нет таких мест которые были бы просто так надвяжись сейчас мы пропутешествуем куда-то вот сюда и оттуда уже будем отталкиваться скорее всего вот это вот то что у нас прямо по курсу это очередной какой-то то есть очередной тихо зверюшки очередная стена которая храняет дракон со словом силы пойдем посмотрим что бы нет выносливость опять на нуле и по хорошему надо бы поспать до ночи но мы смело идем вперед хотя в таком состоянии конечно воин из нас просто не пакущий совершенно так ну где-то тут нас что-то ждет как бы сказал капитан это случаем напоминает глобку мира камень силы так мы сейчас лучше не выйдем к храму мира к не хотелось бы пока подождет не убежит так лады и что же тут такое кто нас заметил кто поспел похоже нам нужно туда повыше но так в принципе почти пришли потому что ой японо мать что ж так неожиданно-то так улетел теперь битву мира у нас пленок горя прячемся отступаем отступить мы не можем по-нормальному кстати говоря вы видите небо прояснилось здесь первый раз за наше время визитов слостейм мы видим чистое небо это конечно не пасмурно насколько я понял лисица там боюет не а а а тихо тихо рубин 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 извини похоже не будет окей сердце то я пожалуй возьму пригодится красиво как туда орел летает чуть не такое ощущение что что это вообще такое на маркере указателя нет возможно мы должны пройти куда-то вот сюда и под водопадом будет то что нам нужно ну да что-то тут есть пришлось маленько намочиться но она того стоит еще один смотри погонять и познакомься сприган мать земли это самый сильный товарищ иди воюй или она я вообще плохие смотрю не делается что-то не я не 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 Смотри, какая сильная. Она дико сильная. Да, она лечится. Хорошо. Мирунус опять меня выручил. Но тварь была просто дико сильна. Ничего хорошего с нее, понятно. Не выпало. Ладно. Как бы там ни было. Она готова. Фух. А ты кто такой? Скелет. Золото. Нет. Историю умалчивает. Кто же ты такой? Ловушка тут что ли? Великий камень душ. Пустой, но пригодится. Амулет зенитара. Цена выгоднее. Пригодится. Священная эбонитовая секира. Нежить уровня 40 и ниже. Обращается в бегство. Ты смотри. Жаль, что я двуручно не умею драться. Но вещь, как минимум, очень крутая. Так что заберем. Положим у себя дома в ящик. Пусть лежит. Или поставим куда-нибудь к стене. Так, ну и все, я так понимаю. Больше, похоже, ничего нет. Не могу сказать, что она того стоила. Но ладно, сходили. Было интересно. Классно так, да? Где-то, а вот, хижина. Где-то здесь пещера нас ждет, очередная. И там две пещеры. Три. Четыре. Четыре пещеры и курган. Обалдеть. Ну, давайте сначала... Подожди. А, это, получается, вот эта пещера. Я в ней был. В ту, в эту сторону нам не надо. Хорошо, пойдем наверх. То есть, пещеры, в которых мы не были, и локации, а вон дракон. Кстати говоря, первый дракон на этих землях. Пещеры, в которых мы не были, это подсвечивается другим цветом. Здесь мы, очевидно, не проходим. Так, нужно найти другой подъем. Что проще сказать, чем сделать, конечно. Аккуратно. Да, блин. Да, придется поискать. Ты посмотри. Ледники начинаются уже. Вот отличная дорога для подъема. Дракон сидит где-то там. Я не думаю, что с ним возникнут очень уж серьезные проблемы. Кстати говоря, где-то здесь можно встретить диного тролля. Без сомнений. Они тут водятся. В горах любят такие места. Так, это что такое? Не знаю. Бенконгирики. Что же такое Бенконгирики? Вон тролли, кстати говоря. Дракон летает. Ух ты. Это мы удачно зашли. Дракон, судя по всему, непростой. Но сначала мы зайдем в эту пещеру. Раз что она попалась нам первый по пути. Будем последовательно. Так, хорошо. Тут я вижу пустой сундук. Какой-то проход странненький. И похоже здесь опять же вот эти мелкие поганые гоблины. Так, ну с этим все понятно. А что же у нас вот тут? Человеку здесь сложно пролезть, конечно. Но, по крайней мере, здесь лежит прикольная штука. И секретный проход. Мне кажется, что мы, когда будем возвращаться из этой пещеры, мы через этот секретный проход пройдем. очень сложно было в общем. Золото. Так, зелезапас сил нам всегда пригодится. вроде как никаких цепей и ручек не видать. Окей. Блин, обожаю эту игру. как ее можно не любить? Она слишком крутая. Подумать только столько возможностей. Так, ну, ребята, вы попали, что я могу сказать. железные стрелы, по-моему, да? Не дожал. Готов. Обожаю луком играть. Конечно, не очень легко, потому что даже вот такие элементарные враги убиваются с первой стрелы. Так, прям нужно... Ой, ну, ладно, в принципе, тоже нормально. Я хотел вас откинуть, конечно. Но он откинул. Ладно. Мелкие гопники против легендарного воина. Кто кого. Отлично. Молодца. Ну что мне может быть нужно с вас? Это не нужно. Это покровавленные тряпки. Ох, бакси какая. Так, все, иди домой. Они странно уходят, как-то он сейчас упадет. Да? Давай. Маска у меня, конечно. Да, ладно, пойдем. Что здесь внутри хижина рейклинга? Два копья, золотишко и череп их жертвы. Маленькие, но массой задавят, как говорится. Деревянная миска, в ней яйцо. Хренаси яйцо. Сосновый дрозд. Давайте съедим, попробуем на вкус. Вкусно нет? О, кстати, мустрецу надо скушать. Ох, какая. Так, это, видимо, в ингредиенты перешло. Восстановление запаса сил. Приятно. Ну, давайте заедим, пожалуй, помидоркой. Это вкус ужасный просто. Так, ну, хорошо, что еще у вас тут есть, ребятушки? Покажите дяде Артуру. вроде бы больше ничего, да? О, кабан. Мне всегда нравились кабаны, вот эти вот вепри, такие, уродливые, но брутальные, поэтому я его трогать не буду. По старой дружбе. не факт, что мы найдем что-то хорошее, потому что в местах обитания реклингов, как правило, ничего хорошего не бывает в принципе. Слишком уж примитивные существа, и не могут они хранить. Так, соловьи, правда ли, вымысел? Какой нюшный вымысел. Сказал он, почесывая плечо в соловьиной броне. Ну, у меня сейчас не соловьи, но это для красного словца. Ну, вы поняли. Готовы. Готовы. Прям в рот воткнулась. Какая пакость. Ой. Войны, кстати, довольно сильные, и железными стрелами мы его можем бить крайне долго. не вошло. И у него тоже. Так что нормально. Все по чесноку. Да. Копии у вас, конечно, мощные. Сдавайся. не хочет. Как хочет. Еще кто? Так, ладно, железные стрелы, золото даже брать не получаем. Четыре золотых. Сколько у нас уже, кстати говоря, у нас уже 98 тысяч. надевать некуда вообще просто. Так, сумка аптекаря. Кровавый венец. Наилучшее изделие запаса сил. Почему я не могу найти то, что мне нужно? Мне нужно найти 10 побегов, как это называется, вредозобника. Нигде его нету. Резко пропал. Объедничающий. Так, где там ваше 40 штук. Обалдеть. Ими, конечно, довольно глупо стрелять. Это выглядит странно. Да и вообще тяжеловато. Недалеко они летят. Будет разнообразие. Почему бы нет? Кстати говоря, давайте сохранимся. Шлем у меня, конечно, просто пипец. Давайте я его сниму. Может быть он хороший, но я не буду его носить, потому что он глупо выглядит. Но буду хоронить. Если возможно, мы соберем полный комплект этой брони. Возможно, я поношу. Так вылезет, нет? Ну да. Лук потом подзарядим. Неохота на них пройти заряд. Это не нужно. Прям в попу тебе. тут и тут готов. Так ловушка. Вот это было неожиданно. они похожи чем-то на фалмеров, да? И даже у них вот эти приколюхи похожие. Это местный аналог фалмеров именно. такие же противные тоже кругом. Но фалмеры, конечно, были. Вот почему у них так много статуй Дебеллы? Я уже третью нахожу в их пещерах. Блин. Лежать бояться. Оно прикольно такое, это вот копиями стрелять вполне неплохо получается. Спокойно. Вот. Еще одна огромная территория. пошло прям в голову. Так, ребятки, что-то заподозрили. Похоже, что. это закликбал, но готов. Так, вошло. теперь отступим. Поступить не выходит. Но с тобой-то, я думаю, справимся уж как-нибудь болезнен. А их там порядком. Так, двигаются еще три в нашу сторону. У нас 30 копий. Попаду? нет, Давай. Все же не попал бы. Блин, прикольный врагик. Так, готов. еще на получи, скотина. Так, где вы? Вижу одного, второй. Второй вон. Понятно. Есть попадание. Есть попадание. Прячемся. Пока что идет банальная зачистка этого земель. пошел. Блин, попал, смотри. Гад. Это я заголебал уже, елки-палки. Просто вообще вот я сейчас думаю, подумайте, вот насколько разнообразно играет, это же обалдеть. Ничем только не занимались мы уже. И сравните, насколько вот отличаются допустим, вот эта вот территория и даже вот эта вот пещера и какой-нибудь я не знаю там как этот город называется самый западный в Скориме. Там такие каменные постройки, совершенно другая атмосфера, какие-то механизмы. Здесь здесь же все совсем по-другому. И вот именно тема какая игра большая разнообразная она и крута, по-моему. Так, отдай. Хорошо. И я думаю тут уже у нас все, выход. главный под конец на какой-нибудь ловушку не нарваться, потому что видите, это все подозрительно. Опа-па. Интересно. Я так понимаю, что мы на выход не идем. Есть ощущение, что мы идем куда-то вглубь. что здесь в глубине все будет гораздо хуже. Так, пошла. Пошло. Блин, недолет. Извини. не попал. Ты так и будешь ставить? Нет, лучше. Фух, короче говоря, в принципе, давайте на этом завершать, потому что вон там он уже, насколько я понял, большой зал и там уже совершенно другая атмосфера. Там, насколько мне кажется, будет больше каких-нибудь нежитей или чего-то с этим связанного, чем вот этих рейклингов. Довольно неплохое подземелье, довольно неплохое путешествие. В последней серии мы уделяем больше исследований этого мира. И я думаю, тут мы найдем еще много всего интересного. Нас ждет куча находок. А потом уже пойдем в храм Мирака и посмотрим, что там происходит. Какого черта вообще мы один раз проснулись с утра в момент того, что мы впахивали на каком-то храме. За это его надо наказать. Но в ближайших сериях, повторюсь, нас ждет исследование этих локаций, потому что, на мой взгляд, это очень круто и интересно. Я думаю, нас в конце ждет что-то интересное. Короче говоря, увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok